Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканал ТДК-42, программа «Слово прокурору». Сегодня у нас в гостях старший прокурор отдела по надзору за законностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму Таспиков Алмаз Туригельдиевич. Поговорим мы сегодня об основных положениях закона Республики Казахстан, о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Здравствуйте, Алмаз Туригельдиевич! Здравствуйте! Прежде чем мы приступим к обсуждению непосредственно ситуации, связанной с религиозной деятельностью в нашей области, не могли бы вы подробно остановиться на основных положениях законодательства, регламентирующего эту деятельность? Как вы знаете, Конституция является основным законом страны, и все другие нормативно-правовые акты вытекают из положения Конституции. Основные положения религиозной деятельности также прописаны в Конституции. Так, согласно Конституции, Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, социальным государством. Высшими ценностями которого является человек, его здоровье, жизнь, права и свободы. Никто не может быть подвергнут дискриминации по своим религиозным убеждениям. В свою очередь, деятельность религиозных объединений в вопросах государственного контроля и отношения граждан, связанных с религией, подробно регламентируется законом Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях, который принят в октябре 2011 года. Этот закон основывается на том, что Республика Казахстан гарантирует равноправие каждого человека, независимо от его религиозных убеждений. Признает историческую роль ислама, ханафистского направления и православного христианства. Также признает важность мисконфессионального согласия, толерантности и уважения других религиозных убеждений граждан. Никакая религия в Казахстане не может быть государственной либо обязательной. Согласно закону о религиозных объединениях и религиозных деятельностей, есть принципы. Согласно принципам отделения религии от государства, государство не вмешивается в определение религиозных убеждений граждан, а также не возлагает на религиозные убеждения государственной функции. То есть религия, религиозные убеждения не занимаются государственной функцией. Также не вмешивается в деятельность религиозных убеждений, если их деятельность не нарушает другие законы и права граждан. Кроме того, в соответствии с принципом отделения религии от государства, религиозные объединения не участвуют в деятельности политических партий, не оказывают им финансовую либо какую-либо помощь. Также религиозные объединения обязаны соблюдать права граждан, здоровье населения. Расскажите, пожалуйста, как на сегодняшний день в области складывается ситуация относительно религии? Религиозная ситуация в области является стабильной, потому что государственными органами, местными исполнительными и уполномоченными органами проводится определенная работа, в том числе с участием официального духовенства. При Акиме области есть совет по связям с религиозными объединениями, где членами которого являются представители официального духовенства, представители общественности, а также депутаты. Также у нас созданы государственные учреждения, Центры по изучению проблем религии при управлении по делам религии области. Также в городе Уральске есть Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений. Такой же центр действует в Сырымском районе. В 2013 году правительством страны принята государственная программа по противодействию экстремизму, религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы. Хочу отметить, что разработчиком этой программы является Генеральная прокуратура. Программа охватывает ряд мероприятий, в том числе по повышению религиозной грамотности среди населения, также в том числе и среди молодежи. Уполномоченным органом, то есть управлением по делам религии, в области созданы информационно-пропагандистские группы, которые участвуют, проводят встречи, участвуют в повышении религиозной грамотности граждан, выезжают в районы. Также встречаются с населением. Таких групп у нас 26 групп. Туда входят руководители, представители национально-культурных центров, ученые, теологи, религиоведы, сотрудники правоохранительных органов. На сегодняшний день повышение религиозной грамотности граждан является важнейшим аспектом в вопросе борьбы с терроризмом и экстремизмом. Потому что от религиозной безграмотности наши граждане порой становятся радикальными, взгляды их не становятся радикальными. И после этого они уже являются опасными для нашего общества. Все это является причиной религиозной безграмотности граждан. По сведениям управления по делам религии области, у нас на территории области имеются 43 мусульманские мечети, а также 16 православной церкви. Имамы, необходимо отметить, что имамы мечети, а также православной церкви тоже являются членами информационно-пропагандистской группы. Они тоже встречаются наряду с теологами, с учеными, они тоже встречаются с гражданами, проводят мероприятия по прояснению канонов ислама, также Библии. Вот повышение религиозной грамотности среди молодежи тоже немаловажно, да? Вот в этом плане какая работа проводится? Да, это важный аспект, и вот как я уже отметил, именно у нас радикализируется молодежь в основном. В этой связи именно в молодежной среде проводятся встречи не только в рамках деятельности информационно-пропагандистской группы, но и совместно с высшими учебными заведениями, с среднеспециальными учебными заведениями, совместно со школами проводятся встречи с теологами, встречи с сотрудниками правоохранительных органов, где также разъясняется ответственность за террористические и экстремические преступления. Мы часто встречаемся со студентами сами тоже. В 2014 году в рамках профилактики религиозного экстремизма и терроризма проведены ряд мероприятий, реализованы два социальных проекта. Кроме того, в вузах области с 2011 года есть предмет введен, предмет основы религия ведения. Но прокуратура области проанализировала эффективность этого предмета преподавания. И мы пришли к выводу, что необходимо создать специализацию основы религия ведения. Наше предложение было поддержано руководством университета. И на сегодня в Западно-Казахстанском государственном университете имени Мохаммеда Утимисова есть специализация основы религиоведения. В пользу случаем хочу нашим молодым людям сказать, что кто хочет повышать свои религиозные знания, религиозную грамотность, а также кто хочет стать теологом, религиоведом, не обязательно выехать за пределы области, либо за пределы страны. У нас есть такая специальность. Кроме того, по инициативе прокуратуры области в прошлых годах снято документальные фильмы. Это «Заблудившийся», «Адас Хандар» на казахском, «Урлангам Балалшак», «Украдено детство», «Жат Агаммен Арбалгандар». Вот эти документальные фильмы мы организовали показы во всех учебных заведениях, средних, среднеспециальных, высших учебных заведениях. Хочу отметить, что имеются положительные отклики со стороны студентов. Также вот эти фильмы учителями средних школ на сегодня используются в виде наглядного пособия при проведении профилактических работ. Позапрошлым году мы проводили флешмобы антитеррористического направления. Вот такая огромная работа проводится, и есть результаты. Потому что сегодня мы имеем, я могу сказать, что есть конкретные примеры, когда молодой человек, радикализированный молодой человек, познавая после проведенных наших работ, он встал на путь исправления, он уже понимает свою пагубность своих действий и отрекается от радикальных идей. Алмастер Григорьевич, вот вы отметили, что повышение религиозной грамотности среди населения – это очень важный момент при проведении профилактических работ. Расскажите, пожалуйста, есть ли среди нас миссионеры, которые распространяют нетрадиционные идеи среди населения? Согласно закону о религиозной деятельности и религиозных объединениях, Миссионерская деятельность – это деятельность граждан нашей страны, иностранцев, а также лиц безгражданства от имени религиозных объединений, зарегистрированных именно в Республике Казахстана, от имени религиозных объединений действует, распространяет вероучение. То есть они распространяют вероучение на нашей территории. То есть миссионерами могут быть не только граждане Казахстана, но и иностранцы, а также лица безгражданства. Если без какой-либо регистрации в Управлении по делам религии они будут проводить миссионерскую деятельность, за это предусмотрена административная ответственность. В этом году одно лицо у нас было привлечено к такой ответственности, и ему наложен штраф в размере 10 тысяч тенге. Религиозная деятельность при проведении вероучения и миссионерской деятельности могут использовать литературу религиозную. Но прежде чем начать свою миссионерскую деятельность, они должны быть зарегистрированы, а также религиозная литература должна пройти экспертизу, религиоведческую экспертизу. Если по содержанию это является радикальным, экстремистским характером, если экспертиза признается, что это экстремистского характера, то отказываются в использовании этой литературы и изымаются. На территории области на сегодня у нас есть 7 миссионеров. 7 миссионеров – это все граждане, все иностранные государства. Четыре из них представляют римско-католический приход, один миссионер – исламскую направленность, один миссионер, представляющий православную вероисповеденную предложенность, а также один миссионер является представителем буддизма. Все они зарегистрированы на законных основаниях, и у нас действуют мы постоянно. Они находятся под контролем в управлении по делам религии, как уполномоченного органа. Что касается религиозной литературы, которую вы сейчас тоже затронули, можете подробно остановиться на требованиях, предъявляемых к ее распространению? Как вообще это? Религиозная литература, согласно закону о религиозных объединениях и религиозной деятельности, религиозная литература, а также другие информационные материалы религиозного характера, содержания, религиозного содержания, а также предметы религиозного назначения реализовываются, распространяются только в культовых сооружениях, зданиях, либо официально, специально, в определенных местах местным исполнительным органам. У нас, согласно постановлению Акимата области от 11 сентября 2012 года, будет ее ждем перечень специальных стационарных помещений, где можно купить, распространить религиозную литературу. Это у нас таких пунктов по области сейчас 9. В городе Уральск, в двух местах, магазин «Оптима» и бутик в торгово-развлекательном центре «Урал». Данный вопрос, вообще вопрос оборота религиозной литературы в начале года нами проанализирован, прокуратурой области. По нашему, мы пришли к мнению, что данные специальные помещения не хватает на всю область, потому что не во всех районах есть такие помещения. Поэтому мы внесли предложение, это было предметом обсуждения в Акимате области, мы внесли предложение расширить перечень. В этой связи, уполномоченным органам по делам религии подготовлено постановление, оно принято, оно находится на сегодня в Департаменте юстиции на регистрации. После регистрации будет официально опубликован, и наши граждане будут знать, где можно приобрести религиозную литературу. То есть в других местах не рекомендуется приобретать? Да, приобретать не рекомендуется. В других местах, если распространяется религиозная литература, мы просим сообщить нам, либо Управление по делам религии области, потому что в других местах они, может быть, не прошли экспертизу. У нас бывает, например, на улицах могут распространять. В таких местах не рекомендуется покупать религиозную литературу. Только в тех магазинах, в тех помещениях, которые определены местным исполнительным органом, там и надо приобрести литературу. Они прошли религиозную экспертизу. А можете назвать, какое, допустим, наказание грозит распространителю? Распространителю грозит наказание в виде штрафа, административной ответственности, в виде штрафа до 50-ти месячных расчетных показателей. Это в пределах порядка 99-100 тысяч тенге. Но в этом году у нас был такой случай, один случай был, когда мы проводили мониторинг в интернет-ресурсах. И все наши граждане знают, что есть такое приложение, мобильное приложение, есть такое OLX называется, где опубликуются все объявления, частные объявления. Там и нашли, установили, что гражданин, житель города Уральск распространяет игрушки в виде планшета, которые обучают канонам намаза. Там есть специальные функции, кнопки, где есть музыкальное сопровождение и показывают действия при совершении намаза. Нами совместно с Управлением по делам религии был закуп. Потом, после приобретения нами, мы назначили экспертизу. Экспертиза подтвердила, что это обучает намазу по нетрадиционному мазхабу. В этой связи он был привлечен к адмоответственности и наложен 99 тысяч тенге штраф. Правонарушитель пояснил, что он не знал, что это салафитское направление предмет. Он еще, кроме того, пояснил, что хотел еще заказать партию. И после наших действий был предотвращен распространение данного предмета. Он для начала купил, приобрел для себя, чтобы распространить, пока приобрел 6 экземпляров, если дальше он хотел распространить его. Еще из средств массовой информации мы видим, читаем, что судами рассматриваются уголовные дела по фактам пропаганды терроризма, его финансирования. В местах лишения свободы какая-то работа с заключенными проводится? Да, во всех средствах массовой информации, как вы видите, как мы все видим, у нас есть факты, когда рассматриваются в судах такие уголовные дела, связанные с финансированием терроризма, связанные с пропагандой терроризма, связанные с разжиганием религиозной вражды, религиозной розни. У нас есть такие факты, конечно. Как вы знаете, всем известно, что один футболист у нас выехал, тоже возбужден уголовным делом в отношении него. Недавно осудили лидера радикала-исламистов Мухаммед Халифа Хайрата. В среде их него жамагата его признали как шейх Хайрат, потому что он имел лидерские качества, он здесь был лидером среди своих приверженцев и пропагандировал терроризм, а также распространял идею выезда для выезда за границу, для участия в иностранных вооруженных конфликтах. Он на сегодня осужден. Кроме того, у нас в пеннициарных учреждениях нашей области отбывают наказания граждане нашей страны за террористические и экстремические преступления. Нами, это один из основных целей, чтобы он встал на путь исправления, принял традиционный ислам. На сегодня с ними огромная работа проводится совместно с правоохранительными органами и государственными органами. Принят штатный теолог в исправительном учреждении. На сегодня там проводятся занятия. Он имеет авторитет среди осужденных за террористические преступления. Они уже отреклись от своих идей. Они уже не радикальны, не так опасны для общества. Поэтому они выражают благодарность вообще в целом государству, что есть штатный теолог у них, их обучает. Кроме того, теологами управления по делам религии в области проводится профилактическая и теологическая работа, теологическая помощь с семьями этих осужденных. Потому что, находясь на воле, до их осуждения, они, являясь лидерами в своей семье, тоже распространяли свои идеи нетрадиционного ислама. В этой связи тоже работа параллельно проводится. Не только с осужденными и их семьями, а также с близкими, родственниками, с друзьями. Такая работа у нас проводится. Действительно, тема религии, она очень актуальна. На сегодняшний день я думаю, что есть еще ряд вопросов, которые мы могли бы сегодня обсудить. Но вот, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Я благодарю вас, Алмаса Трюгельдевич, за то, что вы нашли сегодня время, пришли к нам в студию обсудить вот такой очень интересный и не менее важный вопрос. Спасибо и вам, дорогие телезрители, за то, что все это время вы были с нами. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова